Продолжение следует... В парламенте республики прошли публичные слушания по проекту закона. Республиканском бюджете Карачаева-Черкесии на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Мероприятие прошло в очной форме под председательством руководителя оргкомитета первого вице-спикера Дагира Смакуева. В них приняли участие члены правительства республики, депутаты Народного собрания и общественники. В течение двух недель, предшествующих слушаниям, жители и организации региона могли ознакомиться с законопроектом на сайте парламента и в печатных СМИ. В ходе слушаний поступили следующие рекомендации. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, увеличение бюджетных ассигнований Министерства здравоохранения на приобретение дополнительного лекарственного обеспечения, предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Таким образом, общий бюджет сформирован, параметры бюджета сформированы с профицитом. В 2024 году профицит составляет 626 миллионов рублей, в 2025 – 594, в 2026 – 620. А профицит сформирован в целях погашения долговых обязательств республики. Параметры отвечают требованиям бюджетного кодекса. По налоговым и неналоговым доходам. Расчет объема доходов республиканского бюджета осуществлен на основе прогноза социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, основных направлений налоговой и бюджетной политики в Карачаево-Черкесской Республике и с учетом прогнозов главных администраторов доходов. В 2024 году, объявленный президентом России годом семьи, в Карачаево-Черкесии начнется масштабная реконструкция детской поликлиники Черкеска. Такое решение принял глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов по результатам осмотра учреждения, которую посетил вместе с министром здравоохранения Казимом Шамановым и мэром Черкеска Алексеем Баскаевым. Детская поликлиника размещена в здании, построенном в 1989 году. В здании сделан частичный ремонт, постоянно пополняется лечебно-диагностическая база. Лечебное учреждение рассчитано на 250 посещений в смену. По факту в день обращается более 600 человек. Однако, учитывая постоянный рост количества маленьких горожан, детская поликлиника нуждается в глобальной реконструкции, как в модернизации самых помещений, так и в организации поликлинической помощи по принципу «умной поликлиники», отметил в ходе визита Рашид Тимрезов. Он также поручил приобрести для детской поликлиники дополнительное лечебно-диагностическое оборудование. Кроме того, поручил, прежде чем приступить к масштабной реконструкции, организовать маршрутизацию приема маленьких пациентов в специализированных лечебных учреждениях, расположенных в Черкесске. «Медицинская помощь должна оказываться в полном объеме, без задержек и быть ориентирована на удобство горожан», – подчеркнул руководитель региона. Всероссийский экологический диктант шагает по стране. В Черкесске в региональном отделении партии «Единая Россия» депутатский корпус, общественники и волонтеры проверили свою экологическую грамотность. 2023 год для «Экодиктанта» – пятый, юбилейный. Это ежегодный проект, который проходит с 9 по 26 ноября. Участие в «Экодиктанте» способствует формированию экологической культуры и популяризирует активную природоохранную деятельность. Такие мероприятия проводятся для того, чтобы развить интерес у молодежи в вопросах экологии, для повышения уровня экологической грамотности и в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений, поделился депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по экологии и природным ресурсам окружающей среде Султан Узденов. «Экодиктант» может написать любой желающий на онлайн-платформе «Экодиктант.рус». В нашей республике в период до 26 ноября, по предварительным данным, свою экологическую грамотность проверят около 2000 участников, рассказала министр природных ресурсов Карачаева-Черкесии Диана Качкарова. Это на самом деле такое важное мероприятие. Мы должны думать и работать над тем, как привлекать в первую очередь молодежь к экологической обстановке, к экологии в регионе, в стране и в целом мире. Поэтому, знаете, не зря на всех таких международных форумах, каких-то там советах первые лица наших различных государств затрагивают тему экологии, потому что реально это актуальная проблема во всем мире. Поэтому я считаю нужным и необходимым почаще проводить такого рода мероприятия, которые будут нам помогать, привлекать общественность, беречь нашу природу, беречь нашу экологию. Цель, конечно, этого экодиктанта в том, чтобы провести значимость этого мероприятия, экологическое просвещение населению, для того, чтобы была заинтересованность во всех тех мероприятиях, которые непосредственно касаются экологической направленности. Это и посадка лесных насаждений, это и защита от мусорных свалок, от негативного воздействия на окружающую среду, то есть все мероприятия, которые касаются на экологическое благополучие нашего населения. Сегодня в мире производится примерно полтора миллиона тонн мёда и почти половина его фальсификат. Мёд входит в десятку чаще всего подделываемых продуктов. Защитить же его качество и имя призваны медовые сомелье. Почти три десятка дегустаторов сладкого и полезного десерта со всей страны в эти дни у нас в Карачаево-Черкесии определяют самый лучший мёд России. Фатима Даурова познакомилась с ними и узнала некоторые секреты настоящего мёда. Посмотрите, как долго тянется эта ниточка мёда. Это говорит о том, что он вызрел этот мёд. И если мы вдруг ниточку эту раз обрываем, то посмотрите, что происходит. Вот капелька раз, оторвалась и подтягивается. Прыгает капелька. Она не просто, она прыгает. Видите? И сейчас опять упадёт и опять прыгнет. Так делает только мёд. Лариса Морева – профессор Кубанского государственного университета по совместительству эксперт по сенсорным свойствам мёда. Искусство медовой дегустации она обучалась в Италии у одних из лучших европейских специалистов тонкого ремесла. И вот уже больше 20 лет посредством вкуса, обоняния, осязания и зрения определяет лучший мёд. А её студенты тоже в рядах медовых сомелье сейчас наравне с ней же изучают характеристики представленных сортов. В других мини-лабораториях в дело вступают научные методы определения качества мёда. Можно контроль качества производить на сахара, на антибиотики, и на пестициды, и на тяжёлые металлы. Вот здесь большой спектр анализов, хороший чемодан. Вот мы его сейчас на этом конкурсе первый раз испытываем. В этот раз во всероссийском конкурсе «Лучший мёд России» представлены более 300 сортов продукции пчеловодов из самых разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. География конкурса с каждым годом расширяется. «Участвуют меды из Новой Зеланды, знаменитый мёд «Манука», из Австралии, из Ирана. Есть, участвует один из таких очень дорогих медов, это сидр, еминский мёд. Узбекские меды есть. Поэтому цель, главная цель, почему мы проводим эти конкурсы, мероприятия, это пропаганда мёда. Мёд – это богатство страны, здоровье нации». Решение о проведении пятого юбилейного конкурса на определение лучшего мёда России у нас в Карачаево-Черкесии не случайное. Тому способствовала классная работа Союза пчеловодов России, Гильдии медовых сомелье России, Министерства эконом-развития республики, а также Ассоциации пчеловодов Карачаева-Черкесии. Наш регион широко представлен продукцией пчеловодства, а некоторые сорта мёда способны конкурировать с самыми известными брендами. «Совместно с Ассоциацией пчеловодов Карачаева-Черкесии мы решили принять у себя этот конкурс и провести его на базе «Центр мой бизнес», оказать поддержку пчеловодам нашей республики и всех ближайших регионов». «Больше 50 человек из Карачаева-Черкесии. Хотелось бы больше, потому что у нас очень много пчеловодов, у нас вообще пчеловодческий край, но не успели, мы как бы в краткие сроки начали это делать, но 50 наших ребят мы должны победить, мы надеемся на это, наш мёд не то, что самый лучший, но он особенный, он у нас экологически чистый, поэтому мы надеемся на нашу победу». Итоги конкурса «Лучший мёд России» проведут на Всероссийском форуме пчеловодов, который пройдет 25-26 ноября в Донбайе. В программу входит проведение мастер-классов и лекций, где будут обсуждать актуальные вопросы по современной ситуации в мировом пчеловодстве. Организаторы приглашают принять участие фермеров республики, а также тех, кто хочет познакомиться с увлекательным миром пчеловодства. Фатима Даурова, Ринат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия. Передача знаний о наследии народа – такова цель встреч, которые в городах за пределами республики проводят люди, которые заинтересованы, чтобы подрастающие поколения знали и любили язык и обычаи предков. Одна из таких встреч прошла в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке имени Лермонтова. Репортаж Аллы Динаевой. Обучаясь в различных вузах, молодежь республики уезжает и проживает в больших городах России. Но чтобы молодые люди не теряли связь с корнями, знали и продолжали изучать язык, историю и традиции своего народа, писатель и публицист Иса Капаев провел встречу со студентами в Ставропольской краевой библиотеке имени Лермонтова. Для познания трав, какого не есть народа, старайся прежде выучить его язык. Когда мы учим свой язык, мы хотим на нем читать. Я вас всех приглашаю, конечно же, те, кто в Ставрополе. Приходите, посмотрите книги и Суюна Капаева, и Сысу Юновича, и Кадрия. Все это на ногайском языке. Это богатство в центре города в Ставрополе, в этом отделе. Почему не прийти, не взять книгу на дом и не прочитать ее? В библиотеке очень много материалов, очень много книг, касающихся истории и культуры нашего народа. Здесь прошли, вот в библиотеке в частности, прошли замечательные презентации. Заведующий отделом литературы на иностранных языках Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени Михаила Юрьевича Лермонтова Вера Лопухова предложила проживающим в Ставрополе ногайцам. Найдите одного знающего преподавателя, а мы вам обеспечим площадку, где вы можете собраться в пятером, шестером и изучать свой язык с этим преподавателем. Мы так изучаем здесь в иностранном отделе французский, немецкий, общаемся на английском, так как отдел иностранный. Я вот очень бы хотела, чтобы таким образом на волонтерской основе как-то начинали изучать свои языки. Народный писатель Карачева-Черкесия Иса Капаев на встрече презентовал и интернет-портал «Ногайский дом», благодаря которому читатели могут познакомиться с ногайской литературой, музыкой, историей и культурой. На портале представлено много информации, связанной с языком, фольклором, достижениями в науке, спорте и образовании. Целью интернет-портала «Ногайский дом» является сохранение и передача знаний о наследии народа, формирование патриотического отношения к родине. Поделились собравшимися знаниями и идеями заместитель председателя Федеральной национально-культурной автономии ногайцев России Магомед Санглебаев, а также главный редактор Карачева-Черкесского, литературно-художественного журнала «Мамит-Экей» Асан Найманов, который на...